У вас есть любимые воспоминания из детства? А вы задумывались, сколько их всего? Тысячи? Сотни? А может быть, вы часто вспоминаете лишь десяток запомнившихся вспышек? Знаете ли вы, что если заснять момент, когда вода накрывает ваши ноги, стоящие на песке, а потом лет через 10 посмотреть на этот кадр, вы почувствуете ледяную прохладу воды и то, как пальцы проваливаются сквозь песчинки с пугающей тактильной точностью? Сегодня я расскажу, как я сохраняю такие воспоминания, чтобы при случае обращаться к ним и вспоминать каждый захватывающий момент. Ведь для этого мы все не взяли камеру когда-то в свои руки, чтобы сохранять эмоции. 25 ноября 2018 года я сделал свою лучшую съемку. В этот день я встретил свою будущую жену и сохранил несколько секунд нашего первого свидания. И теперь единственное, о чем я жалею, что не поснимал тогда еще больше. С тех пор я начал документировать нашу жизнь, а раз в месяц собираю видео минут на 20, как мини-фильм о нашей жизни. Их уже десятки и их просмотр наш лучший повод оказаться всей семьей у телевизора. Оля впервые приехала ко мне в Америку. Показала ей Whole Foods. Зависли на час. Купили арахисовую пасту. Показал ей фермерский рынок. Зря. Потом почти год уговаривал ее переехать ко мне. Прошли пешком по обсерватории. Гонялись за морскими котиками. Снимали рекламу фартуков. Ели устриц. Провожали закат в Сан-Франциско. Встречали рассвет в Йосемите. Оля родилась в Сибири и природа Северной Калифорнии играет мне на руку. Она все еще не уверена, что мы будем жить в Штатах. Едим гадости на заправке. Учусь варить макароны. Впервые побывал в Израиле. Худел год. Вернул живот за неделю. Было вкусно. Приехали в Москву. Улетел я один. Было очень грустно. Созванивались каждый день. Я скоро вернулся и сделал ей предложение. Она сказала да. Прокатились на воздушном шаре. Прокатились на самокатах в Москве. Оля позирует на крыше. А это коза на даче у бабушки и дедушки. Обвенчались в России. Поженились в Америке. Отметил день рождения в Сан-Диего. Записали вместе итоги года. Стали блогерами. Поднялись на гору на Гавайских островах. Спустились под воду. Ели сырую рыбу. Отметили Новый год. Переехали в новую квартиру. Узнали, что ждем пополнения. Снимаем вместе рекламу. Снимаем пополнение. Проехались по Аризоне, Неваде и Юте. Сгоняли с друзьями на север Калифорнии. Захотели тут жить. Съездили в горы. Жить здесь не захотели. Съездили в Сиэтл. Я пытаюсь понять, что чувствуют беременные. Не завидую им. Родили сына. Устроили вечеринку. Крестили сына. Съездили с ним в дорожное путешествие. Я учу его говорить. Откладываю эту затею на год. Сидим дома. Устраиваем фотосессию в каких-то цветочных деревьях. Развлекаю домашних как могу. Учим сына плавать. Учим сына плавать. Носим сына. Кормим сына. Моем сына. Играю на гитаре. Завтракаем с калибри. Увидел образцовый американский университет. Пришел снова пойти учиться. Вернулись домой. Желание пойти снова в колледж пропало. Сын получил американский паспорт. Тусим возле дома. Снова едем на север. Нас явно туда тянет не на шутку. Станцевали на фоне гор. Наши друзья-танцоры смеялись. Хотя я старался. Пишу письмо жене. Купили машину побольше. Жена решила танцевать с сыном. Приехала подруга. Поехали на океан. Начали наслаждаться детскими праздниками. Знакомились со страусом. Воле пытается их кормить. Съездили в немецкую деревушку в Калифорнии. Пожарили шашлык. Сняли дом на колесах. Сын попробовал ягненка. Кость не отпускал до утра. Узнал, что такое вот эти вот животные. Но название их забыл. Но они очень милые. Слетали в Мексику. Плавали в океане. Вернулись домой. Жене пришли коробки с черной икрой. Хотел звонить в полицию. Но все оказалось легально. Сын уже ходит. Учу его играть в бейсбол. Пытаюсь понять правила бейсбола. Учу его играть в футбол. Правила знаю. Ему больше нравится детская площадка. Приобщаю всех к музыке. Купил сыну самокат. Съездили к стоматологу. Оля расстроилась, что сын так рано выбил первый зуб. Я спрятал на время самокат. Проводим вечеринку. Я в роли Пикассо. Отмечаем Пасху. Встречаемся с друзьями в поле. Ищем цветы, чтобы сфотографироваться. Мы снова где-то на севере. Оля делает вид, что мы в Италии. Меняю памперсы сыну. Делаю вид, что этим всегда занимаюсь я. Сын делает вид, что он рок-звезда и заигрывает с друзьями. Затем изображает гопника. Поехали к друзьям на день рождения. Подарили пленочную камеру, но я до сих пор не уверен, что она снимает как надо. Поехали в церковь. Мне приехали новые аноморфотные объективы. Мучаю всех вокруг, но снимаю. Снимаю себя, снимаю жену, снимаю сына. Рад, что меня не выгнали из дома. Снимаю себя. Оля с подругой обсуждают будущий многомиллионный бизнес. Готовлюсь стать домохозяином. Вернулся на работу на съемки. Показали друзьям милых животных, название которых так и не вспомнил. Съездили с сыном в Россию, всем очень понравилось. Позавтракали с друзьями, они тоже беременны. Снимал Москву, снимал жену, узнали, что мы снова беременны. Съездил к друзьям на концерт, обнял русскую березу, сфотографировались на фоне Кремля, съездили на дачу, подружились с козами, проинтервьюировал бабушку, провел семейный ужин, устроили вечеринку, съездили к Оленам родителям в Курск. Нашему сыну Тео очень понравилось в поезде. Подружился с дедушкой, подружился с девушкой, помогал в саду, я помогал с козами. Рассказали всем, что беременны снова. Фото УЗИ положили в пиццу, побывали на детском рок-концерте. Сын научился шалить, все мокрые пошли домой. Налепили пельмени на вечеринки и отпустили всех по домам. Пока все спали, варил пельмени. Утром было стыдно, но вкусно. Оля обожает выступать на своих вечеринках. Снимал ее, сын научился рисовать и есть в ресторанах. Купил себе лего и машинок, сказал что сыну. Поехали на океан, поехали к друзьям, переехали в новую квартиру, родили дочь. Я снова все снимал, подумал о карьере родового кинооператора. Уехал на нормальные съемки, много работал. Решил начать блог на ютубе, снимаю сейчас очередное видео и записываю голос для него у себя в машине. Потому что тихо. Редактор субтитров А.Семкин